Продолжение следует... На нее потребовал отдать сумку, но когда план не сработал, достал из кармана нож. Два удара и женщина перестала сопротивляться. В результате проникающих ранений было задето сердце, а также диафрагма и селезенка. На месте случившегося случайно оказался милиционер. Он первым пришел на помощь раненой прохожей. Попросила провести ее несколько шагов до дома, но затем ей вообще стало плохо. Она начала терять сознание. И только тогда она сказала, что против нее было совершено разбойное нападение. И она получила два ножевых ранения. Естественно, что сотрудник милиции вызвал скорую помощь, обратился к своим коллегам, чтобы они вовремя прибыли. Правоохранители в буквальном смысле слова причесали весь район. Отработали областной центр и задержали злоумышленника в квартире у его знакомой. Им оказался ранее судимый житель Добружского района. Не так давно в России он отбывал наказание за убийство. Потерпевшая рассказала, что нож он достал практически сразу. В реанимации женщину прооперировали. Она в критическом состоянии. Данное преступление можно назвать дерзким, так как оно было совершено в общественном месте в дневное время. В основном рассказывают, что это в 90-е годы. Вот такой вот тот период. Ну и то люди в основном нападали в темное время суток, где-нибудь за углом. Но не в дневное время в оживленном месте. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Разбойное нападение и покушение на убийство, сопряженное с разбоем. Сейчас правоохранители отрабатывают личность задержанного на возможность причастия к другим преступлениям. Граждан просят сообщить о полезной для следствия информации. Очередную нарколабораторию прикрыли гомельские оперативники. На этот раз ее организатор синтезировал амфетамин. Мужчину задержали, остановив его иномарку. При себе у водителя оказался мезер около грамма запрещенного препарата. Основной запас наркотика хранился дома, где задержанный и наладил его производство. Амфетамин наркоповар варил по личному рецепту, а сырье завозил из России. Возбуждено уголовное дело. 30-летний житель Гомельского района в настоящее время задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 328 ГК РБ. Сотрудники МЧС сегодня провели проверку в одном из крупных торговых центров Гомеля. Инспекторы исследовали работу систем безопасности, проверили пути эвакуации, грамотность действия персонала, наличие средств пожаротушения и документации. Напомним, в связи с трагедией в российском Кемерово, где на пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 64 человека, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать комплексный план и до конца месяца провести проверки на подобных объектах. В Гомельской области их около 30. Стоит отметить, что проводится на данный момент проверка объекта. По отработке непосредственно эвакуации замещаний не было. Со всех этажей персонал и люди были эвакуированы. Внутри в помещениях никто не остался. Ни один ребенок забыт не был. И пока это все новости к этому часу. С вами был Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь 4. Беларусь 4. Благодарю за внимание.